Этот сварочный роботизированный комплекс заменяет работу пяти высококвалифицированных специалистов. Нужен только оператор для смены деталей и наладчик, чтобы запрограммировать аппарат. Детали изготавливаются на 40% быстрее, чем вручную. Освоить управление роботом могут студенты Алтайского технического университета. Барнаульское предприятие совместно с ВУЗом открыло Центр профессиональной подготовки кадров. Было интересно узнать, как вообще происходит процесс сварки с помощью роботов. Нам провели мастер-класс. Мы познакомились в целом полностью, как писать программу и показали наглядно, как она работает. Студентов обучают сотрудники завода. Когда-то они сами учились в техническом университете, поэтому понимают особенности практики, знают запросы студентов. Могут доступно рассказать, как влияют разные режимы на качество сварочных швов, как организовать рабочее место и запрограммировать промышленного робота. Да, в ВУЗе тоже есть профильные лаборатории, но практика на предприятии решает другие задачи. В той лаборатории, где полуавтоматическая сварка, у нас главная задача – это освоить навыки ручной сварки в защитном газе. То здесь как раз отработать уже технологию. Уже мы, как считается, что вот этот процесс получения шва, он будет автоматически. А важно показать влияние режимов сварки, организации рабочего места на качество получаемой продукции. Поэтому здесь вот помощь предприятия, она самая неоценимая. Российские предприятия постепенно переходят к роботизации производства, закупают специальные комплексы. Система управления машинами схожа вне зависимости от страны производителя. Главное – знать основные принципы работы. Эти навыки можно получить на барнаульском предприятии. Здесь же можно трудоустроиться после получения диплома. Кадровый голод, конечно, испытываем. Не хватает людей и рабочих специальностей, и инженерных специальностей. Но мы хотим не просто сидеть и ждать, пока студенты и сотрудники к нам придут. Мы хотим участвовать в этом процессе, чтобы приходили к нам сотрудники, обладающие теми знаниями, теми компетенциями, которые необходимы для работы у нас. И этот подход работает. После производственной практики на предприятии пришли работать семь выпускников Алтайского технического университета. Елена Самарина, Анастасия Меншакова, Сергей Седых. Новости.